Страшного слова «гормоны» в России боятся не только пациенты, но и некоторые врачи. У нас это рассматривается как некая аналогия убийства, а вот на Западе считают, что это панацея, которые лечат все. Так вот, кто прав в отношении гормонозаместительной терапии? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи. И, наконец-то, у нас в гостях Наталья Любицкая, врач-гинеколог-эндокринолог, заведующая женской консультацией Самарской городской поликлиники номер один, главным нештатным специалистом Минздрава Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии, заслуженный работник здравоохранения Самарской области. Надеюсь, что я все перечислила, Наталья Владимировна. Итак, здороваемся с нашими зрителями. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы работаем в прямом эфире. Доктор доступен для вопросов, для звонков по телефону 202-11-22. И не откладывайте их, поскольку время эфира пролетает очень быстро. Я на днях буквально смотрела репродукции своего любимого Гюстава Климта и увидела у него картину «Три возраста женщины». И вот, наверное, это и сподвигло к теме сегодняшней программы. Хотелось бы с вами поговорить об этом. Вот почему приходит осень в организме женщины? Какие там запускаются процессы, что он начинает стареть? Запускаются процессы. В основном это связано с яичниками. Такие органы есть у женщины. Я надеюсь, сегодня наша аудитория преимущественно женская. И мы можем откровенно обо всем поговорить. Так вот, в каждом яичнике заложено определенное количество тех самых фолликулов. И наступает время, когда они кончаются. И, соответственно, наступает дефицит или полное отсутствие, или дефицит в той или иной степени наших главных женских гормонов, которые называются эстрогены. Эстрогены – это великолепные гормоны, которые дарят женщине красоту, счастье. Они дарят материнство совместно с другими гормонами, а женское счастье и так далее. Так вот, наступает время, когда вдруг они уходят на покой. И тогда треть жизни, тот самый третий возраст, женщина остается без поддержки такого главного, такого великолепного гормона, как эстроген. И причем этот гормон, он важен не только в деторождении, не только в женском здоровье. Оказывается, он очень важен для здоровья сосудистой стенки. И когда эстрогена много, сосудистая стенка, она как стекло, да? Я говорю про эндотелий. К ней не пристанет ни атеросклеротическая бляшка, ни тромб. Хорошо работает сердце, защищены сосуды, хорошо работает мозг. И, конечно, защищены кости от остеопороза. Поэтому эстроген, если разбирать сейчас все сферы его влияния, он гормон, который везде успел. И когда его нет, все начинает рушиться. Наталья Владимировна, вы просто оду спели эстрогену с такой любовью и радостью о нем рассказывать. Хорошо. То есть мы сегодня с вами будем говорить про менопаузу, иными словами, про климакс. Но я читала, что есть три понятия. Пре-менопауза, менопауза и постменопауза. Это вот не слишком тут нагромождение какое-то? Нет, нагромождение нет. Дело в том, что у любого доктора должны быть ориентиры по возрасту. Если мы говорим, что пременопауза – это в норме состояние, которое возникает у женщины, начиная с 45 лет до менопаузы. Менопауза – это первый год отсутствия менструации. Это ретроспективные понятия. И постменопауза – это все, что начинается после того, как женщина уже год не менструировала, и уже начинается постменопауза. И наше поведение врачебное, наши рекомендации, они очень зависят от того возраста, в котором находится женщина. Ну, предположим, какие-то симптомы климактерического характера появились у женщины до 45 лет. У нас есть мероприятия, с которыми мы поработаем, проведем диагностику, назначим ей лечение. У нас есть мероприятия, которые исключительно мы назначаем женщине после, в постменопаузе, ну и так далее. То есть для каждого возраста свои схемы гормональной терапии, свое обследование. И мы знаем те риски, которые в этих возрастных категориях присутствуют. Но нет же четких границ, что вот в 45 лет у тебя будет вот это, в 50, вот это? Совершенно верно. Границ нет. Так, например, в Европе средний возраст наступления менопаузы у женщин – 48, почти 49 лет. А в Российской Федерации это 51-52 года. А есть женщины, у которых поздняя менопауза, у них после 55 лет только-только начинаются какие-то проявления. Естественно, мы все разные. Мы говорим про статистику, про какие-то такие среднестатистические показатели здоровья. Ну, все-таки вот к чему женщина должна быть готова, когда начинается потеря ваших любимых эстрогенов? Да. Женщина должна быть… Ей не надо ни к чему готовиться, ей надо знать, что есть врачи. На сегодняшний день любой доктор готов оказать ей помощь. Любой доктор в любой женской консультации готов оказать ей помощь. У нас есть клинические рекомендации. Все врачи работают по клиническим рекомендациям. Так вот, есть великолепные, на мой взгляд, клинические рекомендации, которые позволяют доктору свободно, уверенно работать в рамках протокола, ну и где-то над протоколом, если это сложный случай, или пациентка имеет какие-то там дополнительные заболевания. И тогда мы наши действия можем немножечко увеличить, но сам по себе протокол существует, и в рамках протокола любой врач диагностирует наступивший дефицит и назначит ряд мероприятий, которые покажут нам, что эта женщина может получать гормоны, что у нее есть показания для их получения, и у нее нет противопоказаний к их получению, подберет необходимую, минимально необходимую эффективную дозу, персонифицированно назначит ей терапию, определит срок, на который эта терапия назначена, и определит те контрольные явки, во время которых, возможно, будет коррекция этой терапии, возможно, будет дополнительное, да, обследование, и, естественно, скрининг и мониторинг, потому что в первую очередь всегда мы должны знать, что у женщины нет онкологии, да, что у нее нет никаких побочных эффектов, то есть женщина должна знать, что да, наступил период, унывать не надо, помощь есть, она совершенно великолепная, но надо будет почаще наблюдаться у врача. Ну, это здорово, но, тем не менее, все-таки неплохо бы знать, вы же не остановите старение организма в любом случае, надо знать, что точно произойдет в организме. Совершенно верно. И о чем, может быть, лучше знать сильно заранее. Может быть, сильно заранее. Ну, давайте я, например, вот такую небольшую статистику вам скажу. Мы говорим о старении организма. Да, да. С достойной жизни, с хорошим качеством жизни на 30%. Есть очень интересные цифры, не буду загружать наших зрителей цифрами, но есть цифры по увеличению продолжительности жизни и снижения ишемической болезни сердца у этих женщин на 30%, которые принимают препараты. Это серьезная цифра. Это серьезная цифра. Снижается атеросклероз, да. То есть он, конечно, появится, но позже. А уж я не говорю про болезнь Альцгеймера, которая, это апофеоз, в том числе и дефицит эстрогена. И это страшное слово, пугающее сегодня очень многих. А вот все-таки еще с потерей эстрогенов в организме женщины начинают, не знаю, иногда или всегда превалировать мужские гормоны. Вот чем это грозит? Да, это интересная история. Я сейчас объясню достаточно четко. В нашем организме, равно в женском и в мужском тоже, есть три вида гормонов. Эстрогены, прогестерон. Прогестерон – это гормон второй фазы женского цикла. Прогестерон – это гормон, которого очень много во время беременности у женщины. И третий гормон – это андрогены. Все в определенных количествах, они флюктуируют внутри женщины в зависимости от возраста, от фазы цикла и от ее, так сказать, физиологического старения. Так вот, первый уходит гормон – прогестерон. Он уходит первый, он первый покидает женщину. Почему? Потому что яйцеклетки не созревают и уже не образуется прогестерон. Потом потихонечку начинает покидать женщину эстроген. А в это время андроген еще есть. Он в тех же дозах, которые был у женщины ранее, но он начинает преобладать по количественному соотношению, по отношению вот к тем двум, которые… И он не торопится уходить. Да, да, да. То есть у него такое относительное преимущество в этот момент. И с этим связывают усиление либидо у женщины в этот момент. Но его не надо бояться. Это очень хороший гормон. Это гормон, который дарит нам ум, энергетику, где-то нашу импульсивность. Поэтому это неплохой гормон. Но вот та коррекция, которую доктор может выносить, мы все равновесием сделаем то самое равновесие. И женщина даже не поймет, что с ней произошло, если доктор персонифицированно, достойно, с учетом клинических рекомендаций, поможет ей в эти вот трудные, тревожные для женщины времена. Женщины очень тревожатся. Они не верят. Как? Все? У меня больше нет гормона. Я говорю, успокойтесь. Мы сейчас… Никто не узнает, откуда он у вас появился. Мы его сейчас вам найдем. Если кто-то опоздал к началу программы, я сообщаю, что сегодня в нашей студии Наталья Любицкая, врач, гинеколог, эндокринолог. И мы говорим сегодня о менопаузе. И если о ней говорить, то, наверное, в первую очередь можно спросить любую. И все сразу скажут, ой-ой-ой, это приливы. То есть вот первая ассоциация, да? Что такое вот эти приливы, почему они происходят и насколько это вообще, по ощущениям, это как? Ну, приливы связаны с тем, что идут беспорядки в нашей центральной нервной системе. Есть там системы, которые ответственны за регуляцию женской всей сферы. И вот эти приливы, они связаны с повышением уровня некоторых гормонов в разы. И все это ощущается резким приливом жара. Прилив может длиться там до 4 минут. И по статистике женщины, которые не получили достойной помощи, они могут испытывать эти приливы 7-8 лет. Но есть женщины, которые испытывают приливы 10 лет, а есть женщины, небольшой процент, 5-7 процентов, которые испытывают приливы до конца жизни. Это очень дискомфортно. Это очень дискомфортно. В этот момент женщина, та, которая работает, она теряет некую адекватность, она дискомфортна. Если женщина занимает руководящий пост, фабулу событий, как говорится, она теряет. То есть сложно в этот момент скоординироваться. Визуально это все видно окружающим, потому что в этот момент краснеет кожа лица. У женщины испуганный вид. Значит, приливы сопровождаются отделением пота, сердцебиением иногда. И кроме этого, частая очень жалоба, и тоже очень нехорошая жалоба, это нарушение сна. Женщины, у которых фрагментарный сон, они то плохо засыпают, то часто просыпаются. Они не выспавшиеся, они, конечно, теряют трудоспособность. Сон для женщины бесценен, конечно. Это очень важно, конечно. Во время сна вырабатываются еще гормоны мелатонин, да, соматотропин, такие очень важные, которые нас защищают. Поэтому это вот вторая очень частая жалоба. Еще одна жалоба – это тревожность, нервозность. И эта женщина, она дискомфортна не только на работе, она неконтактна, она коммуникативность теряет, а она еще очень некомфортна в семье, где растут дети, где муж, который тоже утомлен рабочими буднями. И такая женщина, она некомфортна сама для себя. Конечно, вот это низкое качество жизни, которое возникает у женщины, она еще молодая, она еще красивая, а у нее еще треть жизни впереди. И, конечно, в этот момент мы должны ей помочь. И все еще только начинается. Давайте послушаем звонок зрителей. Алло, здравствуйте. Добрый день, вечер. Добрый. Нестор Петрович вас беспокоит. Вот я отключил вашу передачу совершенно поздно. Вот мы поняли. Но какие-то выхватил моменты. Вот. Я мужчина, конечно, здесь больше для женщин. Здесь, ну да, исключительно для женщин. Да. Да. Но у меня вопрос очень прямой. Скажите, пожалуйста, а вот все, что вы рассказали, что-то понятно мужчинам, что-то непонятно женщинам, что-то кому-то. С возрастом женщины, когда вы там объяснили, что там происходит, я не буду сейчас повторять, у них что-то с мышлением меняется, если есть проблемы с щитовидкой, нервозность, я повторю, сейчас не надо смеяться. Мы не смеемся. Нервозность, недовольство чего-то и так далее, так подобное. Мы поняли вопрос. Мы не увидели изначально, извините. Мы поняли вопрос, благодарим вас. И я так понимаю, что очевидно вас беспокоят эти вопросы в связи с кем-то из близких. Наверное, так. Ну, повторю, Шлыч, Нестор Петрович. Да, уважаемый Нестор Петрович, если я правильно поняла ваш вопрос, вы очень тревожитесь за какого-то, видимо, близкого человека. Изменение характера, наверное, да? Да, произошли изменения характера. И, наверное, это связано с дисфункцией щитовидной железы. Щитовидная железа – это тоже одна из главных желез эндокринных нашего организма. Очень меняется характер, как при гиперфункции, тогда вот как раз возникает агрессивность и, наоборот, заторможенность, вялость и усталость при гиперфункции щитовидной железы. Но тоже есть помощь, есть эндокринологи, которые после короткого периода обследования все могут нормализовать. Это все в силах наших эндокринологов. Но, тем не менее, это происходит, да? Это, в общем, то, о чем мы и говорили с вами. Однозначно, да. У нас еще есть время, 202-11-22. Звоните, пожалуйста, к нам в студию, можно вопросы еще свои задать. Ведь долгое время существовала легенда о климаксе, как о женской смерти. Сегодня вы говорите о том, что проявления жесткие можно купировать, и более того, можно остановить, не остановить, а замедлить, наверное, некоторые процессы. Но, если менопауза – это не заболевание, это такой просто, это физиологическое, то многие спросят, а зачем его лечить? Лечить за тем, чтобы иметь достойное качество жизни. Вот уже третий раз повторяю. Потому что женщина, которая получает гормоны, она будет и в 60 лет работоспособна, она будет иметь лучшие показатели здоровья, в то время как женщина в 60 лет, не получающая гормоны, она уже будет иметь остеопороз, ну, в процентах, наверное, 30-40 точно. А еще немножко цифры. От остеопороза мы знаем такую страшную вещь, как перелом шейки бедра. Так вот, пациенты, у которых произошел перелом шейки бедра, в 40% погибают, а в 60% остаются инвалидами. Поэтому мы говорим о том, что можно получить еще определенное количество лет жизни, хорошей жизни, качественной жизни, вместе с менопаузальной гормональной терапией. Я не сказала, и, наверное, это тоже очень важно, что мы должны говорить о комплексном подходе, комплексном. Мы говорим о так называемой антиэйдж-терапии, то есть терапии против возраста. И, конечно, здесь обязательно физические упражнения, обязательно ходьба, плавание, йога. Здесь обязательно, значит, прием витамина Д, который 40 функций в организме выполняет. Здесь обязательно курировать омега-3 индекс, чтобы понять, что там у нас происходит с нашей дислепидемией, есть ли она, нет ли риск сердечно-сосудистых катастроф. Это очень такое огромное, емкое понятие поиска дефицитов, устранение этих дефицитов и так далее. То есть комплексная программа, но, наверное, сердцевина этой программы – это, конечно, гормоны, повторяю, персонифицированы в минимально эффективных дозах, назначенные с учетом возраста. И коррекции их происходят. Есть целые линейки препаратов для такого возраста. Потом уменьшаются дозы для такого возраста. И совсем маленькие, ультранизкие дозы уже для женщин, которые там после 60 лет продолжают принимать гормоны. Чего мы боимся? Мы боимся только одного – на фоне менопаузальной гормональной терапии спустя 8 лет ее применения зарегистрировано незначительное, но увеличение количества раков молочной железы. Эти раки, как правило, то, что женщины все следят за собой, регулярно проходят обследование, они, как правило, выявляются на ранней стадии. Они очень легко поддаются терапии, но есть, не значительное увеличение, но есть. Поэтому мы говорим всем женщинам, которые получают гормоны, ежегодно на фоне применения МГТ, аббревиатура такая, мы должны делать маммографию. Вот все остальные раки даже на 30% реже диагностируются у тех женщин, которые получают гормоны, чем у женщин, которые не получают эти гормоны. Преимуществ очень много. Снижение рисков сердечно-сосудистых катастроф, ликвидация дислепидемии, да, на фоне происходит лучшее. А, значит, с охранной кости не возникает недержание мочи, которое без гормонов очень мучает женщину. Еще послушаем зрителей. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Добрый. Можно задать вопрос? Конечно. Мне 48 лет. Скажите, пожалуйста, есть ли ограничения возрастные по приему противозачаточных таблеток? Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Вопрос очень хороший. Есть такие противозачаточные таблетки, которые женщина может принимать до 52 лет. Значит, есть такие препараты, они с натуральным гормоном, поэтому их можно принимать дольше. А вообще считается, что 48 лет уже можно решить вопрос о замене противозачаточных таблеток на гормональную терапию. Спасибо за вопрос. У нас прям совсем немножечко еще осталось времени, но, возможно, мы успеем принять еще один звонок. Звоните, пожалуйста, 202-11-22. Вот, судя по статистике, Наталья Владимировна, в развитых странах гормонозамещающую терапию принимают 50% женщин, а в России назначается она лишь в одном проценте случаев. Вот я нашла такие цифры, не знаю, насколько они соответствуют, но, тем не менее, я хочу все равно понять основу гормонофобии. Вы сказали, ну, одно из опасений сильных – это рак молочной железы. Но, очевидно, не только ведь в этом дело, наверное, еще больше. Да, гормонофобия действительно страшная вещь. Но когда она у пациентки, мы должны с ней поговорить, и, конечно, мы должны ее переубедить, мы должны бороться с мифами. А мифы почему-то, особенно в нашей стране, они очень распространены. Гормоны – это, значит, толстые и с усами. Это, ну, а где они берут эту информацию? А, значит, цифры от 2002 года, сейчас эти цифры уже другие, но действительно в России назначение МГТ… Не 50%. Не 50%. Да, и дело еще, к сожалению, в коллегах. Есть коллеги гормонофобия, но я, вы знаете, считаю, что они категорически неправые, они не имеют права свое личное отношение к терапии переносить на пациента. И поэтому, если ты по каким-то соображениям предпочитаешь не получать гормоны, но ты должен пациенту изложить все достойно, и ты должен четко сказать, у вас есть показания к МГТ, или у вас противопоказания, и мы пойдем другим путем. Там фитоэстрогены у нас есть и так далее. Вот, поэтому гормонофобия – это невежество. И ладно, когда это у пациентов, а вот у врача это невежество. В результате женщины теряют время, и они теряют то самое терапевтическое окно, когда гормоны можно назначить и получить максимальную пользу от этого назначения. А когда время уходит, после 60 и спустя 10 лет менопаузы, мы говорим, женщины, вы знаете, к сожалению, вам уже нельзя назначить гормоны. Терапевтическое окно закрыто. И мы не имеем права по всем нашим рекомендациям этого сделать. А как же так произошло? Почему же вы не обратились раньше? Я обращалась, а мой доктор не посоветовал мне. А вот она сказала, что она предпочитает естественное старение, и коли уже мы с ней, такие случаи есть. К счастью, их не так много, но я отношусь отрицательно к таким моментам. А правда ли, что гормонозаместительная терапия влияет еще и на то, как женщина выглядит внешне? Однозначно. Такие исследования проведены. Кстати сказать, очень много исследований проведено у женщин, которые принимают гормоны. В том числе косметологи вместе с гинекологами-эндокринологами понаблюдали за кожей женщины и посмотрели кожу женщины, которая получает гормоны, и кожу женщины, которая не получает гормоны. Так вот, оказывается, основные изменения в коже происходят в первые три года возникновения дефицита гормонов. И поэтому тоже очень важно вовремя начать... То есть чуть-чуть заранее? Нет, своевременно. Будем говорить так, своевременно, по показаниям, я подчеркиваю эти вещи. И тогда мы отодвинем в том числе и косметические ее какие-то изменения, и мы позволим ей лучше выглядеть, хорошо выглядеть. И эти исследования тоже есть, они подтверждены, мы с ними все знакомы. У нас очень много конференций на эту тему. Вот в том числе и косметология, и перепост-менопауза. Наталья Владимировна, не успеем рассказать, наверное, подробно, уже осталось буквально несколько секунд. Тут единственное, что хорошая ли идея узнать у подруги, что она принимает, и самой начать принимать? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Я вообще считаю, что вообще есть понятие тайно-врачебное, правда? Да, я получаю очень хороший гормон. Вот и все, что вы должны сказать подруге и порекомендовать доктора, которому надо... Да, но я имею в виду, что не каждый препарат, который подходит одной, подойдет другой, и лучше такой вред себе тоже не наносить. Четкие показания к приеме тех и других гормонов. Я благодарю вас за это. Вы как художник, вы так все это красочно рассказываете. Спасибо большое за этот разговор. Я обожаю свою профессию. Мы прощаемся с нашими зрителями. Спасибо, что были с нами эти полчаса. И оставайтесь, пожалуйста, здоровыми, красивыми, не болейте. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова